В прошлой программе нас принимала в своей мастерской заслуженный художник России и скульптор Раиса Лысинина. Мы сняли столько интересных кадров, что хватило на две программы. Смотрите продолжение этой встречи прямо сейчас. То, что одним кажется мусором, для других – источник вдохновения. Например, этот подольский мрамор лежал на полу монастыря, но со временем пришел в негодность. Его сняли и убрали в сторонку ровно до того момента, как зоркий глаз скульптора разглядел в нем идеальное полотно для новой работы. Вот я одно начала, у меня родилась другая, я ее начала. Продолжая первую, я начала и другую. И они рождаются параллельно, и, между прочим, иногда незаметно дают друг другу толчок, потому что в каждом творческом процессе есть ситуации, где она не тупиковая, ступенчатая. Эскизы, наброски, даже обломки разных фактур никогда не окажутся лишними в мастерской Раиса Лысининой. Просто время еще не пришло. Когда-то ее ученики делали работы для заказчика из Рабицы. Материал оказался интересным. А тема «Люди в городе» родилась на самом деле давно. Вот эти перья, которые когда-то она купила за три копейки, превратились в шевелюр писателя. Ну еще не закончено. То есть у него в голове Бог знает что. Там и винтики, и шпунтики, и стулья, и все, что хочешь. Образ музы, как и положено, с лампочкой в голове. А скоро появится новая работа. Вообще из обыкновенной бумаги с говорящим названием «Одиночество в городе». На ее создание вдохновило огромное количество безвкусных рекламных плакатов о еде, напитках и прочих радостях живота. Я могу сказать, что когда я Тубинина рассматривала, у него не было бумаги, чтобы рисовать. Он на обоях рисовал. А когда у него был инсульт, и когда он разрабатывал руку, он зеленкой рисовал в тетради, в линеечку. Это ужасно. Но это сила духа и это сила таланта. Современная скульптура пестрит концептуальными и модернистскими стучками, мобилями и вообще непонятными предметами, несомненно, выполняющими эстетические функции. Тут игра ритмов и зрительных ассоциаций легко уживается с динамикой, логикой, анализом и даже абсурдом. В принципе, лепишь скульптуру, все равно, какая бы она ни была условная, все равно отталкиваешься от истины, от природы никуда не деться. Об этом напоминают и многочисленные слепки с рук, между прочим, реальных и очень даже известных в городе и за его пределами персон. Кстати, примерно в 80-е годы в Польше было целое течение, когда скульптуры отливались исключительно с фигуры человека, а потом превращались в авангард, составленный из разных частей. Большинство сюжетов, откровенно признаются Райса Лысенина, рождается помимо воли. Это и отличает художника от ремесленника. Вместо формул только дар и личные эмоции. Возмутило что-то на улице, руки облекли эти образы в форму камня, дерева или бронзы. Я ловлю себя на том, что, может быть, это даже плохо, что вот я что-то сделаю, мне хочется это рассказать сразу. Без лишнего кокетства и жеманности Райса Лысенина открыто говорит обо всем, что есть в ее мастерской. Это ее творческая реплика на тему игумени. Работу предстоит еще много, но образ уже понятен. Парящее облако, солнечные лучи, охрана и сила. Все четыре игумени, это явно одно было целое. Одно было целое. И только золотые кресты, символ лика и символ просто рук видно, просто руки с четками. И рука, держащая посох. Минимум. Сегодня нам трудно представить, что без интернета и социальных сетей француз или испанец мог запросто отыскать человека в рязанской глубинке только потому, что он талантлив. Бывало, по нескольку раз за сезон Райсу Лысенину приглашали на симпозиумы скульпторов. А это вам не лекции слушать. Дают тебе камушек метра два высотой. И попробуй за три-четыре недели, скажи, на что ты способен. Симпозиумы – это всегда экстрим. Вот ледовые фестивали. Там не месяц. Ты за три дня должен сделать скульптуру. За три дня. А скульптура порой больше пяти метров. То есть это блоки. То есть ты их выстраиваешь. Лед – вообще потрясающий материал, считает моя героиня. Хоть и живет как цветок, успевает отдать свою красоту за столь короткое время. Может, поэтому ее так манит и потенциал стекла, его способность создавать оптические иллюзии, по-разному преломлять и отражать свет. Лед, стекло – вот это вот магия стекла, когда и дерево, а как оно, прям этот ручей, чувствуется среди берегов. О ее маленьких женских и не только хитростях можно говорить бесконечно, но вспомнить хочется о другом. Это вторая часть ее мастерской. Среди многочисленных стеллажей не сразу и поймешь, чем так ценны предметы, хранящиеся вокруг. То, что однажды принесли буквально с помоек, достали из сараев и попросту забыли – величайшее наследие нашего города, работа ушедших и очень талантливых людей. Мне говорят, ну, не тем занимаешься, занимайся скульптурами. На что я говорю, мои скульптуры могут оказаться тоже на помойке. И мне бы не хотелось этого. Десять лет назад вместе с известным рязанским фотохудожником Евгением Кошериным она стояла у истоков создания фонда «Творческое наследие». Тогда мало кто верил в успех очередной лысенинской затеи. Все пытались откопать меркантильные мотивы, до последнего ставя под сомнение чистые помыслы. Она терпеливо обивала пороги разных инстанций, искала помещения, находила средства, а то и вкладывала свои сбережения, чтобы организовать новые выставки. Со временем сплетничать перестали, а работы фонда до сих пор живут и выставляются по всему городу. Только тут и понимаешь, какая неуёмная сила духа и напор таятся за её лёгкой улыбкой. Тот, кто придумал слово «художник должен быть голодным», он жлоб просто-напросто. Дело в том, что когда есть... Я уже говорила, душа должна быть в гармонии. Если ты только и думаешь, господи, как бы мне поесть-то? Ну какое тут искусство-то? Многие великие творцы продавали когда-то свои шедевры за копейки людям, которые кроме красивых, но мёртвых слов, вроде композиции, символика или построения, ничего не понимают. Когда-нибудь и эта простая тетрадка с отзывами заслужит звание предмета искусства, ведь многих людей уже нет в живых. Отзыв Шишаева Бориса, который ныне уже тоже почил, благодарность той же номеродской любови. В жизни за стенами мастерской, признаётся моя героиня, она не всегда такая улыбчивая и сговорчивая. Как и любая настоящая женщина из ласковой кошки легко превращается в пантеру. Иногда бывают розовые. Иногда бывают розовые. Ну вот бывает так, что достаются в основном близким. В первую очередь мужу, который вот уже 15 лет, смиренно прощает её творческие заскоки и потакает женским слабостям. Слава богу, хоть не художник с её характером, это будет явный перебор. Он очень терпелив. Ну, у меня на руку. До сих пор терпит. Я думаю, господи, хоть бы терпения хватило. Райса Лысенина не скрывает, у неё первая любовь скульптура, у мужа Есенин. В делах семейных, как ни крути, всё-таки больше быта, чем голых эмоций. А на творчество вдохновить может всё, что угодно, даже оставленная на стуле тряпичная кукла. Это, между прочим, отдельная история, учитывая, что первым местом, где она буквально купалась в новых идеях, был Рязанский театр кукол. Это была всегда радость. Из них брызжет. Актёры, они были настолько... Они упивались своим... Из всего они могли устроить сценку, ты просто покатываешься со смеху. Какой шедевр воплотят её руки завтра, она и сама не знает. В мастерской настоящего скульптора некоторые работы ждут в своей очереди по полгода. Когда творишь, признаётся мастер, изюминкой становятся даже дефекты. Ты в эту пластику вписываешь, и даже ты чувствуешь, что здесь идёт трещина, она рано или поздно отколется. И когда она откалывается, она добавляет в твою пластику свою ноту. Когда такой вид искусства, как скульптура, существует на протяжении многих тысячелетий, кажется, что ничего нового или необычного придумать уже невозможно. Да и, честно говоря, монументальные творения больше ассоциируются с мужчинами-скульпторами. Как бы не так. Сила таланта не тяготит и женские плечи. Вон сколько народ узнает о существовании мастерской Раиса Лысениной. Каждая фигурка в буквальном смысле – целая история. О тех, кто приезжал за семь морей в поисках соратницы, о новых талантах, не успевших получить признание, о благодарных потомках, известных, но почему-то временно забытых художников. Хочется то, что Господь дал, исполнить это. Олень мешает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова